Марц, здравствуйте. Ну вот я о чем толкую, что вот эти случаи, вот кавычку, уползла за левый край. Вот тут нормально, а вот тут вот такая штука. Вот если включить, какие тут табуляции используются. Вот видите здесь, одна табуляция 37 пунктов, 37 мм, а вторая 34, а нужны здесь 35,5, как вот здесь. То есть 34, 35,5, вот эти не знаю, для чего нужна, но почему-то есть. Вот что делает этот греб, о котором я говорил. Выделяем текст, а, рано про греб говорить. Есть абзацный стиль, который решает эту задачу. Так, не тот выделил абзац. Вот он все раз и сдвинет. Здесь у нас есть что? Табуляторы. Ну вот два табулятора, один 35,5, другой 34. Вот я сейчас выделяю весь текст. Ищем греб. Начало абзаца. Потом табуляция. Число. Одно или несколько. Снова табуляция. И любая двойная кавычка. Так, кавычка. Любая двойная кавычка. И заменяем это дело на... На симул абзаца. Вот такой. Найти. Заменить. Ну, что-то это не то. А, вот в чем дело. Тут вертикальная верта влезла. Она, конечно, здесь не нужна. Вот мы курсор ставим сюда. Убираем ее. И, значит, начал даться табуляция. Вот сейчас должно работать. Во всем документе. Вот видите, это место пропущено. А здесь найдено то, что нужно. Заменить. Вот она сдвинулась. Найти далее. Тут он будет находить и правильный случай, конечно. Но визуально-то все, ничего не изменится. Вот и я... Да, еще не сказал, что я все эти стили подкрашиваю красным-синим цветом, чтобы можно было потом посмотреть. Ну, и заменить все. Вот 578 случаев. Вот везде теперь, кавычка, сдвинута за левый край. Все в порядке. Потом можно просто в этом стиле цвет убрать, и это формирование исчезнет. Теперь то, что писал Анатолий по поводу... Вот там был вопрос второго уровня. Вот там второй уровень был один раз в сите. Вот находим сито-один. Сито-один. Вот идут номера страниц. Где отличается этот термин? Вот есть Майтхилле, второй уровень. То есть он тоже есть. Другое дело, что то, что у меня в моем индексе не показано вот так, но это я просто там для всех выбрал один обязательный стиль. Это не вопрос. Выбрать другой стиль, и все будет нормально, если у вас будут такие многоуровневые конструкции. Ну, а что касается вот этих тегов, вот это как раз тот вопрос, о котором я говорил, что надо как-то иначе решать. Если вы хотите иметь реки иметь или города разные, то надо каждый город иметь своим тегом, чтобы они не собирались... Разные города в одном термине, как у меня первый раз произошло. Вот. Теперь давайте я покажу, что я доработал в плане оформления индекса, индексного указателя. Так, это я закрываю. Это не нужно уже. Вот тут предметный указатель, который сделан сырой индизайном. Тут есть повторы строк, совпадения одинаковые, нет интервалов. Что мы с этим можем сделать? Выделяем этот текст и запускаем вот этот скрипт, новая версия. Здесь мы можем обработать термины своим стилем. Вот тут я придумал термин в указателе, стиль, особый диапазон страниц. Мы здесь используем. Мы говорим, что 600 по 999, это ваши комментарии, не основной текст. Мы будем оформлять это дело конкретным стилем, полужирным делать. Другие здесь не нужны. В данном случае здесь достаточно одной только вкладки. обработать. Вот видите слово обработано, сменилось на слово оформление. Вот он сейчас пройдет по этим строкам, по всем этим позициям. Вот он от конца к началу идет. Вот эти в фигурных скобках это теги. Вот 51990 это уникальный номер символного стиля, в котором будет оформлен оформлено число, номер страницы, а потом эти теги будут убраны. Вот сейчас он ищет эти теги и оформляет их нужным абзацовым стилем. Потому что, если, допустим, у вас будет какая-то книжка в два цвета, черный цвет и какая-то сепия, вот такая, и там вполне вот, вместо цветного можно использовать вот эту сепию, и тогда он такой, очень удобный для работы будет, указатель, если вот так использовать то, что совершенно даром дается. В два цвета, в принципе, это не очень дорогая печать. Тут у меня 6999, это просто такой отладочный вариант, без привязки именно к этому документу. Я просто пробовал. Если число попадает в этот диапазон, конечно, 999, такого номера здесь и нет, в данном случае, но просто вот для проверки, что вот если есть номер из этого диапазона, он будет отмечен символенным стилем. Вот видите, уже полуживно отмечено. Потом в третьем проходе будет удаление всех тегов. Там в три приема. Вот удаление сейчас. Первый шаг, второй, третий. Раз, два, три. Все сделано. Ну, я не сказал еще, что здесь подсказка есть большая достаточно. Вот тут, вот можно сейчас на клавишу остановки наложать, перечитать, что здесь написано. Итак, вот что получилось у нас. Это при помощи вот этого скрипта, который приводит в порядок предметный указатель, подготовленный индизайном. Убирает диапазон страниц, оформляет название своим стилем. Но есть еще аннотированные указатели. Это когда для каждого термина есть какое-то объяснение. Вот как с этим быть? Для работы того скрипта, о котором я говорил, нужно иметь два файла. Вот сам предметный указатель, подготовленный, и таблицу с терминами. Термин и аннотированный текст. Когда два файла открыты, запускаю скрипт. Да, тут тоже справка есть. Итак, поставить курсор в текст предметного указателя. Поставили. Теперь в текст таблицы. Есть варианты. Вот это то, что было во всех книгах раньше. Установка оформляется так, как тем же стилем, который оформлен основной текст. Но я предлагаю другой вариант. Вы можете поставить знаки до и после аннотационных данных. Вот мне сейчас нравится скобки квадратные. И можете оформить аннотационные данные совестилим символом. Вот я тут подготовил аннотированный текст «Ариэл». Он потому, «Ариэл» потому, что все вот эти слова, которые специальные, и там символы используются такие, какие не везде есть. Вот в «Ариэл» вроде как все есть. Но вот эти ее установки, это я когда пробовал, я помню, что вот очень полезно не отделять тире начало строки. И иногда первый символ или последний оставался одиноким. Вот я считаю, что их надо привязывать. все, добавить аннотации. Вот что получилось в квадратных скобках. Объяснение после термин, а потом блок номеров страниц. Ну, еще вот здесь вот что надо сделать. Список сокращений. Все пока что сливаются вместе. Тут один, а здесь ноль, конечно, надо ставить. вот так оно по-глазасте получается. об этих символах говорил, что вот эти символы в «Ариэл» есть, а других шрифтах во многих нет. Вот эти символы. вот мне кажется, что если в квадратных скобках или точками поставить, их оформить, то это, вот эти большие точки, то вот этот блок будет как-то глазом выхватываться. а если один шрифтам сделать, ну, это будет как-то ненаглядно. И это лучше, чем использовать тире, потому что вон по тексту иногда тире очень много. Вот тут один, два, три, три тире, да еще и здесь будет тире после термин и перед блоком чисел. надо иметь какой-то другой знак. Мне квадратные скобки нравятся. Если по тексту написать, что квадратные скобки используются для того, чтобы отделить аннотирную область от информационной, то это будет хорошо. Ну, вот, собственно, все о том, что сейчас есть.